Несколько дней назад американский фонд наследия опубликовал ежегодный индекс экономической свободы. В этом рейтинге Гонконг снова занял первое место, но его оценка степени чистоты, отражающая уровень коррупции, понизилась на 7 пунктов и стала самой низкой за 16 лет. В связи с этим 29 января более 10 гонконгских демократических активистов провели акцию возле здания комиссии по борьбе с коррупцией. Они обвинили во взяточестве бывшего главу Гонконга Дональда Цанга, а также нынешнего главу Лянь Дженина, и потребовали их ареста. Недавнее громкое дело о коррупции бывшего секретаря администрации Гонконга Рафаэля Уэя, которого приговорили к 7,5 годам тюрьмы, показало, насколько сильно в Гонконге срослись политика и частный бизнес. Однако Лянь Дженину и Дональду Цангу пока все еще удается избежать правосудия. Активисты также заявляют, что после того, как главой администрации стал Дональд Цанг, в Гонконге начали расти коррупция, которая значительно усилилась при нынешнем главе Лянь Дженине. Спасибо. 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 Спасибо.